Итоги реализации национального проекта «Спорт» подвели в Нижневартовске. В этом году для подготовки чемпионов по лыжным гонкам, биатлону, боксу, дзюдо, тэквондо и другим видам спорта из бюджетов разных уровней выделили более 9 миллионов рублей. На эти средства закупили инвентарь и оборудование. Впрочем, только обновления материальной базы не ограничились. Подробности в сюжете Кирилла Волконского. Только биатлоном в городе сегодня профессионально занимаются почти 300 спортсменов. До недавнего времени инвентаря для их подготовки не хватало. Чтобы исправить ситуацию для Нижневартовской школы Олимпийского резерва, закупили несколько комплектов профессионального спортивного стрелкового оружия и новые лыжи. С такими винтовками именно железо называется, сам ствол. С этим стволом бегают уже на международных соревнованиях. И наши спортсмены предпочтение отдают все-таки нашим стволам. Конечно же, вот эта деревянная часть, эта ложа называется, ее уже профессиональные спортсмены вытачивают под себя, под кисть руки. Все снаряжение, за исключением лыж отечественного производства, самая дорогая покупка снегоход «Буран». Его вкупе со специальным прицепом используют для накатывания первоначальной лыжни. На Комсомольском озере для проведения массовых соревнований. На базе отдыха для тренировок профессиональных спортсменов. Результаты говорят о том, что ребята у нас сейчас участвуют и в чемпионате мира, и в кубке IBU, и на чемпионате России призовые места. Соответственно, не может быть, что без какой-либо подготовки и базы спортсмены выступали на таком высоком уровне. Конечно, она может немножко не соответствовать тому, чем мы хотели, но мы к этому стремимся. Чтобы исправить ситуацию пару лет назад, город приобрел одну из баз отдыха. В будущем ее планируют использовать как круглогодичную платформу для подготовки лыжников и биатлонистов. Ну, вообще, биатлон – это достаточно дорогое удовольствие. Мы знаем базу биатлона, которая в Хантавансийском антономном округе. Но то, что мы хотим сделать в нашем городе, у нас уже есть проектное решение. Мы предполагаем в следующем году все-таки найти средства на реализацию этого решения на базе отдыха, которую мы именно для этого приобрели. Приобрели и новый инвентарь для занятий в спортзалах. Так боксеры получили новые пневматические груши. Дзюдоисты, манекен для отработки бросков, легкоатлеты, диски и копья. Кирилл Волконский, Андрей Клиницкий. Вести Югория. Нижневартовск.